здравствуйте господа здравствуйте дамы всем привет начинаем сериалы в новом 2022 году значит чего начнем мы начнем прежде всего с кормления птицы ну речь пойдет не о том чем кормить а общие такие вещи которые кто-то возьмет себе на заметку кто-то проспустит мимо ушей снималась несколько роликов где я показывал как мы раздаем кашу курам из чего варим и так далее каша для них было как лакомство то есть что мы используем для каши вот в данном случае вот здесь сейчас дробленая кукуруза кровь и кишки бройлера кишки после того как они варятся мы их отсюда убираем и скармливаем кошкам собакам то что они не съедают потом отдается курам не всегда использую для каши кукурузу дробленый иногда использую просто комбикорм тот комбикорм которым вот сухом виде корма надо запариваю комбикорм иногда запариваю кукурузу почему кукурузу сейчас потому что птица уже наелась вот вот этого животного белка который присутствует вот в этой каше здесь его очень много почему кровь использую кровь это источник белка это один момент второй момент то что при использовании вот крови исключаются возможность вообще какого-либо расклева птиц как бы плотно она не сидела то есть они нажрались и уже на свою кровь они плюют они просто не будут долбать друг друга исключается также расклев яйца вот при даче вот такой вот кровяной сваренной каши ну вот в предыдущих роликах вы видели что птица набрасывается на кашу то есть набрасываться она будет на бросаться если ей не хватает чего-то и не хватает она сразу бросается будет вырывать из рук лезть в кастрюлю и так далее будем сейчас смотреть что будет происходить вот вот видите сейчас закатили сюда кастрюлю с кашей никто не полез на тачку никто не стал бросаться все спокойненько стоят вот сейчас начнем раздачу ну пошли кушают кушают охотно но друг у друга не отнимают не вырывают некоторые он просто стоят вот это мне говорит об очень многом если не происходит вот этого набрасывания на что-то лакомое это говорит о том что птицы всего хватает то есть они кушают охотно это поедают но не набрасываются значит вот вот эта птица сейчас начинает нестись это молотка вот сами видите слишком такого буйного нападения на лакомые кусочки нет значит вот это как индикатор того хватает ли птицы то что ей нужно или не хватает если бы не хватало они бы сейчас вот здесь друг на друга лезли бросались на этот корм друг у друга отнимали лезли бы в кастрюле вот здесь у нас сидят сейчас отобранные производители то есть петухи сидят они в общей массе отделены от курицы буквально через две недели будем уже соединять потому что птица занеслась вот сейчас даю петухам вот таким вот образом ну эти поактивнее ребята пошли кушать тоже видно что вот сейчас здесь отобраны петухи равные по силе своей то есть нет того чтобы кто-то кого-то долбал угнетал то есть они примерно равны по силе вот теперь этим начинаем давать ну как видите никто не лез в кастрюлю никто у меня не вырывал из рук этого не происходит а а а а а а но этим дадим побольше и здесь много гораздо больше чем австралорфа в том отсеке ну как видите слишком такого активного нападения на корм на этот нет вот здесь у нас ремонтный молодняк это не все они все и весь ремонтный молодняк а только частью поясню для чего ремонтный молодняк на момент того когда курица заносится и начинает разноситься бывает гибель птицы то с кровью снесла то что-то не получилось у нее но бывает для этого и существует держим ремонтный молодняк и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...